МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас проводится проверка. Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон. Вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье. Все этим появился ресурс, предлагающий бесплатно определить по номеру автомобиля имя и номер телефона его владельца. На сайте указано, что услуга позволит найти контакты хозяина автомобиля, мешающего проезду, а также в случае эвакуации авто. База данных формируется пользователями, отправляющими данные на сайт. Общее количество госномеров, внесенных в базу, не раскрывается. Также не указываются и контакты разработчиков ресурса. Известно лишь, что сайт автоном.инфо зарегистрирован 1 апреля 2016 года посредниками, а физически расположен в Голландии. По мнению экспертов, база данных сформирована из баз ГИБДД и страховых компаний. На сайте есть опция для редактирования данных о автовладельце и их удалении. Деятельность сайта сейчас проверяет Роскомнадзор. Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий ввозить в Россию лекарства для личного пользования без назначения врача. Сейчас мы свяжемся с Государственной Думой. Эту новость прокомментирует депутат фракции ЛДПР Сергей Иванович Фургал. Здравствуйте, Сергей Иванович. Спасибо, что пришли прокомментировать эту новость. Расскажите, пожалуйста, кого она коснется. Ну, во-первых, здравствуйте. Значит, что касается данного закона, который будет уже приниматься сегодня в третьем чтении. Значит, данный законопроект или данный закон уже, можно сказать, касается именно тех людей, которые будут ввозить лекарственные препараты, сильно действующие и ядовитые препараты для личного пользования из-за пределов Российской Федерации или из-за пределов России. Значит, в чем суть этого законопроекта? Суть законопроекта состоит в том, что для того, чтобы для личного пользования привезти те или иные медицинские препараты, сильно действующие, либо ядовитые, которые находятся в списке, необходимо будет получить рецепт врача данной страны, откуда пытаются вывести препараты. Кроме этого, этот рецепт врача необходимо будет перевести на русский язык и нотариально заверить. Что касается фракции ЛДПР, мы не поддержали данный законопроект по простой одной лишь причине. Мы всегда выступаем против усложнения или против ухудшения для населения. Данный законопроект, с одной стороны, конечно, регламентирует ввоз лекарств, с другой стороны, он частично будет ограничивать наших людей в ввозе лекарственных препаратов. Поэтому мы не поддержали данный законопроект. Мы предлагаем внести корректировки для того, чтобы облегчить, наоборот, процедуру ввоза. Ну, ни для кого не секрет, что сегодня много граждан Российской Федерации у нас лечатся за границей. Ни для кого не секрет, что многие препараты не производятся в Российской Федерации. А если и продаются в аптеках и в других лечебных учреждениях, то они гораздо выше по стоимости, чем за границей. Поэтому в целях, скажем, в целях улучшения лекарственного обеспечения или в целях для того, чтобы граждане могли более доступно и более спокойно привезти эти препараты, мы не стали поддерживать данный законопроект, потому что он усложняет жизнь нашим пациентам. А предложили изменения? Сергей Иванович, правильно ли я поняла, что рецепт должен выписать тот врач, который находится за границей, то есть не российский. А как тогда быть, если человек лечится в России, у него есть рецепт от российского врача, но тут просто нет препарата? Он едет за границу, чтобы спасти себе жизнь, покупает там и едет в Россию, долечивается с теми же российскими докторами? Или может быть вариант саказии? Кто-то из знакомых едет и привозит. Теперь эти люди, получается, отсекаются от лечения. Правильно я понимаю? Да, вы примерно почти что правильно понимаете, но здесь есть маленькая оговорочка. Дело в том, что если вы лечитесь в Российской Федерации, то по рецепту российского врача за границей никто лекарства и не продаст на самом деле. В любом случае, если вы хотите привезти сильнодействующее лекарство, либо ядовитое лекарство, вы будете получать рецепт того доктора, который проживает на территории той страны, откуда вы хотите везти. Потому что есть еще такое понятие, как лицензирование. Наши врачи, они, как правило, не только как правило, а просто не лицензированы и не имеют права лечить или выписывать лекарственные препараты на территории той страны. Вот что касается аказии. Вот здесь, да, действительно, раньше очень часто можно было сделать так, что человек лечится здесь, но данного препарата у нас не продается, либо он крайне дорогой. Поэтому заказывали через медицинские учреждения за границей и брали рецепты, с аказией привозили. Вот эту норму сегодня, конечно, данный законопроект убирает. Сегодня уже нельзя будет привезти аказии. Почему? Потому что надо будет данный рецепт перевезти на русский язык и нотариально заверить. Но, как вы понимаете, для того, чтобы нотариально заверить, необходимо присутствие гражданина и удостоверение личности, иначе просто нотариус не заверит. Вот здесь возникают сложности, поэтому мы предлагаем упростить систему все-таки доставки. Конечно, с одной стороны, мы полагаем и говорим, что действительно рецепт должен быть переведен на русский язык, потому что не все таможенники, а точнее, наши проверяющие органы знают не только же английский язык, у нас же есть и арабские страны, и Китай, и Южная Корея, и так далее, и так далее. Поэтому на таможне просто не знают иностранных языков, а держать специально переводчика в огромное количество тоже не представляется возможным. Конечно, рецепт нужно переводить на русский язык, но вот что касается именно нотариального, скажем, подтверждения данного рецепта, это, конечно, вызовет очень большие трудности у наших граждан, потому что к простому нотариусу он за границей прийти не может, это нужно будет обращаться в консульство. Это, конечно, для нас является таким препятствием. Поэтому мы предлагаем все-таки перевод рецепта оставить на русский язык, но пользоваться направлением, скажем, или заключением нашего врача. Ну, я объясню, что это значит. Если наш врач назначает вам данный препарат, вы этот препарат купить не можете, вы покупаете по рецепту за границей, но это наше предложение, естественно, переводите на русский язык и прилагаете выписку, либо рецепт нашего российского доктора или нашего лечебного учреждения. Что будет являться для нашей таможни как бы обязательным документом. Вот в этом вопросе мы не согласны с данным законопроектом, что необходимо идти в консульство и так далее, и так далее, и так далее. Это слишком большие трудности, и они действительно будут, так сказать, ухудшать положение наших граждан. А как вы думаете, если закон будет принят, не уйдет ли все это в подпольную торговлю, да, с повышением цен? Да, может быть, растянутся сроки, но все равно люди будут покупать, другие люди будут продавать, просто это все уйдет в подполье. Не получится ли так? Да нет. Дело в том, что законопроект, конечно, будет принят, потому что за него проголосовало большинство, как вы знаете, Единая Россия. Поэтому сегодня уже в третьем чтении. Но что касается подполья, в подполье это, скорее всего, не уйдет, но это вызовет дополнительные трудности, дополнительные финансовые вливания наших граждан. Соответственно, уменьшится количество людей, которые просто будут этим заниматься. Ну, я глубоко уверен и знаю, что мы внесем поправочку все-таки, изменения. Я думаю, к нашему мнению прислушаются. И мы все-таки нашим гражданам, нашим избирателям в этом вопросе облегчим. Я имею в виду Комитет по охране здоровья и фракцию ЛДПР конкретно. Пожалуйста, а вообще при создании таких общественно важных законов как-то мнение общества учитывается и больных людей, которых в первую очередь это коснется? Ну, если исходить из постулата, что депутата избирает избирателей для того, чтобы он представлял их интересы, для того, чтобы он защищал именно их интересы, то, конечно, необходимо всегда учитывать. Но нужно понимать, что данный законопроект разрабатывала не фракция ЛДПР. Потому что если бы этот законопроект разрабатывала бы наша фракция, обязательно мнение было бы учтяное. Я уже вам сказал, что были бы учтены вот эти вот факторы, и он бы имел немножко другой подтекст. Но данный законопроект разрабатывался парламентским большинством. Учитывали они мнение своих избирателей, мнение россиян, мне сказать сложно. Если об этом люди узнают из прессы, ну, наверное, когда принимали или когда разрабатывали этот законопроект, не спрашивали о мнении избирателей. Ну, кто-то, может, что-то недодумал где-то. Ну, мне трудно сейчас отвечать именно за тех, кто этот законопроект выдвигал. Да, действительно, люди узнавали из прессы и очень много недовольства. И некоторые даже пишут, что сейчас принимают таких законов перед окончанием полномочий созыва, а потом людям с этим жить, что называется. А скажите, пожалуйста, когда поправки, возможно, примут от нашей партии? Для того, чтобы приняли поправки, необходимо, чтобы данный законопроект вступил в силу. Потому что он в третьем чтении поправки делается во втором чтении. Вот он сейчас пройдет, как только его примут, тут же придут от нашей фракции и от меня лично. Ну, это нельзя назвать поправками, просто мы внесем изменения в данный закон. В части именно упрощения ситуации доставки лекарственных средств на территорию Российской Федерации для личного пользования. Сергей Иванович. Так вот я, может быть, размыто сказал, но попытался сказать так, чтобы было понятно, что я имею в виду. Ну, по крайней мере, вы внесли ясность, потому что нам оставили только читать газеты, интернет-издания и смотреть новости без каких-то комментариев. Благодарю вас. Мы сейчас уйдем на рекламу. Далее в прямом эфире мы затронем очень интересную тему, особенно в период отпусков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас очень плотный график, вы весь в делах. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, действительно сейчас период отпусков. Что делать, если человек прибыл в аэропорт с семьей, с детками, с чемоданами, и вдруг понимает, что его не выпускают? Бывает, что одного кого-то не выпускают, а остальных отпускают. Что делать? Ну, в первую очередь, необходимо связаться с структурным подразделением территориального органа ФССП России для уточнения, в связи с чем образовался долг. Связаться каким образом? По телефону или лучше самому явиться? Нет, необходимо явиться самому структурным подразделением по месту проживания, регистрации, должника, так называемому. Выяснить, в чем, соответственно, причина и задолженность, и в кратчайшем сроке оплатить, погасить эту задолженность. Сейчас от какой суммы не выпускают? От 10 тысяч рублей. То есть, если 9 тысяч 500 рублей, то можно быть спокойным. Хорошо, как подготовиться к этой ситуации заранее? Ну, сейчас в помощь гражданам есть, функционирует официальный сайт ФССП России, Банк данных исполнительных производств. Это вот о зеленых тонах, да, сайт? Да, совершенно верно. Есть, да, официальный сайт ФССП России и также официальный сайт территориальных органов ФССП России. Вот где забивать свою фамилию, свои данные? Заходите на сайт ФССП России, fssprus.ru, там будет графа «Банк данных исполнительных производств». И вводите данные лица которого, либо там организации, которые интересуются. И получается, он сам распределит, в какое подразделение? Потому что человек может никогда не сталкиваться и не знать, к кому он прикреплен. Да, совершенно верно. Там указан телефон структурного подразделения, указана должность и фамилия и инициалы судебного предисполнителя, ведущего исполнительного производства, если такое есть. А также краткое описание, в связи с чем долг. То есть, либо это акт административного правонарушения, либо это исполнительный документ, выданный судами общей резиденцией, либо арбитражным судом. То есть, там все есть подробно. Ну, вот давайте прям бытовой пример рассмотрим. Приехал, например, в воскресенье человек вылетает, чтобы уже в понедельник отдыхать на море. Его не выпускают. В понедельник с самого утра он выясняет, где. Приходит к вам с документами, хочет оплатить. Сколько времени уйдет на решение вопроса абсолютно полностью, чтобы он улетел в ближайшее время? Как вы думаете? Тут все, конечно, нельзя сказать точно, потому что процедура достаточно длительная на данный момент. То есть, судебный председатель выносит постановление об отмене, вынесенное ранее ограничение права. Но если в случае он оплатил, да? В случае, если оплатил, да. То есть, других случаев не может быть. Вот. И, соответственно, направляет уже в территориальный орган ФСЦП России. А территориальный орган ФСЦП России направляет уже, соответственно, в пограничные органы. Отправляется это все по почте России или это в электронном виде? Спрашиваю, почему. Потому что в электронном быстрее, да, очевидно? В электронном, конечно, быстрее, да. Но в данный момент сейчас проводится работа по электронному взаимодействию, направленному, чтобы по скорейшему снятию. Но есть все-таки шанс у человека улететь к семье или уже все-таки отпуск, все, провал? Ну, если, конечно же, это в последний момент выяснено и на пограничном контроле, то уже в данный момент нет. Поэтому рекомендую, конечно, заранее. Заранее-то за какой срок? Ну, как минимум, наверное, за месяц все-таки поинтересоваться, да. Кроме того, хотел пояснить еще, что есть очень удобное приложение, также ФССП России, которое скачивается на смартфоны. Есть функция также там в этой программе официальная подписка, в случае чего очень удобно. То есть, если гражданин подписался, в случае возбуждения исполнительного производства в отношении должника либо организации, приходит смс-уведомление, что должник, что гражданин или организация является должником. Скажите, пожалуйста, какие права есть? То есть, тут две стороны, да, судебные приставы и целая государственная структура, и человек, который должник, да, либо он признан должником, либо он, вероятно, должник. Вот какие права есть у обеих сторон? С кого вам удобнее начать? Да, значит, у сторон исполнительного производства, как должника, есть права, установленные законом в исполнительном производстве, в котором гласит, что должник имеет право участвовать в исполнительном производстве, соответственно, подавать ходатайство, обжаловать действия любые и бездействия должностных лиц в службе судебных приставов. А обжаловать где? В суде или в вышестоящем? Обжаловать вышестоящему должностному лицу и в суде. Вот. Кроме того, значит, должник в праве ознакомиться с материалами исполнительного производства, подавать ходатайство, заявления, отводы. Вот. Также должник наделенным правом подавать материалы, необходимые или имеющие суть к исполнению производства и исполнению решения суда. Вот. То есть, ну и остальные полномочия. Ну, то есть, защищать свои интересы, да, в рамках закона. Скажите, а вот... Снимать копии, соответственно, да, с материалов исполнительного производства. То есть, то, что на руки не дается, человек может просто просить копию, правильно? Нет, смотрите, должнику все процессуальные документы выдаются на руки копии, то есть, вот, заверенные копии. Вот. А также он вправе снимать свето копии с материалов исполнительного производства. Угу. А все-таки о ваших правах, потому что зачастую приходят приставы, да, отстаивать интересы либо государства, либо каких-то организаций, описывают имущество, да, нам зачастую показывают по телевизору страшные истории, когда приходят в дом описывать. Бывают ли случаи, когда на вас нападают недовольные, несогласные? Как себя вы защищаете? Да, к сожалению, касаемо того, что бывают разные ситуации КСС, и, соответственно, как должники, так и третьи лица могут как-то не совсем адекватно реагировать на исполнение решений судов других полномочных органов. Вот. Относительно недавно тоже был случай, когда происходили нападения. Для этого у нас существуют, значит, сотрудники по ОПДС, обеспечению по установленному порядку деятельности судов и специальное подразделение физзащиты. То есть они оснащены, да, подготовлены? Оснащены спецнаряжением, оборудованием, да. Но это ведь не в каждом случае, да? Как вы понимаете, что надо брать подмогу? Ну, обычно это дело уже практики, опыта. Судебный предисполнитель, если чувствует, что необходима понадобится помощь какая-то страны физзащиты, то делает заявку и привлекает, соответственно, сотрудников. Для защиты. Да. Скажите, пожалуйста, хотелось бы знать портрет должника. Кто это? И какие долги у него? Какого характера? Это, может быть, алименты или штрафы? Ну, так прям одним словом, конечно, не скажешь. Но кого больше, хотя бы у вас же есть понимание из практики? Сейчас, после того, как начала работать ЦАФАП у нас и по нарушениям административного законодательства безопасности дорожного движения Вам работы привалило, да? Да, прибавилось работы по ГИБДД, по линии взыскания административных штрафов. Также, конечно, немалое количество исполнительных производств в отношении должников по неуплате алиментов. Эта категория исполнительных производств стоит на контроле, в принципе, руководство ФССП. Много должников по жилищно-коммунальному хозяйству по ЖКХ. То есть неуплата либо электроэнергии, либо газ. Но кто эти люди? Они злостные неплательщики по ЖКХ конкретно? Как правило, в основном, да. Или по незнанию? Тут нельзя конкретно сказать, потому что кто-то по незнанию приходит, не знал. Кто-то живет в другом месту жительства или за границей, узнает потом, что у него задолженность. Но, как правило, это в основном, да, злостные. А это, получается, управляющая компания сразу в суд подает, да? Если не получается добиться оплаты? Да, совершенно верно. И предъявляется документ в структурное подразделение территориального органа ФССП. А по алиментам, вот вы сказали, что все-таки приоритет по взысканию с этой категорией граждан. Это ввиду того, что такая социальная значимость? Потому что порой для кого-то эти деньги... Да, конечно, воспитание ребенка. Помимо того, что есть граждане, которые не участвуют в воспитании детей своих, они отказываются и платить алименты на содержание детей. А детям, помимо того, что обучение, уже нужно одеть, обуть и покормить. Покормить. Вот. Учитывая тот факт, что также многие взыскатели женщины, если будь это женщина или мужчина, бывает, что и кратковременно не работают, да? То есть у них нет просто средств даже к существованию. Поэтому, конечно, эта категория стоит на сумму контроля. Скажите, а кто занимается розыском злостных неплательщиков? В службе есть судебные прессы-исполнители по розыску, которые в случае необходимости и целесообразности заведения розыскного дела, заводят розыскное дело. И, соответственно, шлят. А что больше, скажем так, играет роль при поиске, при реальном поиске, что человек физически взяли, нашли и смотрят на него, и есть возможность ему что-то предъявить и взыскать? Это какие-то электронные следы, да? Или, например, какие-то запросы из налоговых, чем владеет, где живет, где прописан? Или это уже физический розыск, когда к нему приходят на дом или на место работы? Это все в совокупности. Тут нельзя говорить, что конкретно. То есть бывает, приводят розыск по разным направлениям. То есть это, естественно, выход в адрес по месту жительства, по месту работы должника. Опрос соседей, опрос, если это в доме консьерж, по родственникам, по последним местам, где проживал, если либо проживает должник. Запрос, конечно, в регистрирующие органы. И установление его, соответственно, имущественного положения и местонахождения. Скажите, а в каком случае производится опись имущества? Потому что для многих это страшный сон. Это что? Человек несколько раз игнорировал ваше предупреждение? Или вы сразу приходите описывать? Нет, в соответствии с законом мы, значит, судебный пристав исполнителя в праве наложить арест даже в обеспечительных мерах. То есть при возбуждении исполнительного производства, при, соответственно, уведомлении должника вручением постановления возбуждения, либо направления по почте, при возбуждении исполнительного производства должнику устанавливается срок для добровольного исполнения решения суда 5 дней. 5 дней? Так мало? 5 дней. Ну, нужно понимать, что служба судебных приставов это орган принудительного исполнения. И в службу попадают исполнительные документы, когда должник уже не исполнил решение либо суда, либо полномочного органа со дня отступления решения на законную силу. Поэтому приступитель принимает меры принудительного характера. То есть это нужно понимать ясно. Поэтому устанавливается законом 5 дней. В течение 5 дней он должен исполнить требования исполнения документов. В случае неисполнения требований исполнения документов судебный приставов выносит постановление взыскания исполнительского сбора. И устанавливает новый срок для исполнения решения. Скажите, ну вот, например, за штраф в 500 рублей, в 3000 за неправильную парковку могут прийти приставы и описать имущество? Или это крупные суммы? За 500 рублей нет. Приставовы не могут описать имущество. А свыше уже там, когда особенно по исполнительным документам выданное судам, соответственно, да, там свыше уже 3000 рублей. От 3000 уже нужно человеку задуматься. Да. И, соответственно, если, как я не договорил, в обеспечительных мерах наложен арест имущества должников, то в случае погашения должником арест снимается. То есть никаких последствий для должника это не несет. В случае, если не уплата долга, то направляться на оценку и реализацию, если требует. Вячеслав, благодарю вас за эфир, за то, что пришли. Вывод я вынесла такой, что почаще заходить к вам на сайт, забивать свои данные, узнавать и быть в курсе, правильно? Ну и, конечно, не бояться. Ей бытует такое мнение, что судебный предисполнитель это какой-то злой, нехороший человек. Нет, вы делаете свою работу, да. Предисполнитель, да. Все исполняются в соответствии с законом. Благодарю вас, ждем вас вновь. Это была «Молния». Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...